Андрей Блинов рассказывает, единоборствами занимается непрофессионально, для души и уверенности в себе. Тем не менее, сила удара его руки больше 500 килограммов. Заслуженное серебро среди взрослых участников. Попробовать себя в соревнованиях мог любой житель Ленинского округа. Абсолютно любие желающие. У нас даже сегодня будут предпринять участие наши родители. Поэтому у нас турнир открытый для всех. Ход свободный. Среди участников первенства четыре девушки. Софии всего 10 лет, но бьет грушу не слабее мальчишек. Сила ее удара больше 100 килограммов. Мне нравится, потому что я знаю, что сейчас я пойду на ММА, я уже радостна. Хочешь стать профессиональным спортсменом? Да. Чтобы любому можно было дать сдачу, если он будет нападать. А Эвелине 15. И девушка уже мечтает о большом октагоне. Рассказывает, в будущем хочет выступать на ринге и тренировать детей. Мне это очень интересно. Поначалу, давным-давно, в детстве, то есть я очень хотела заниматься, но я не знала куда. Но так как брат мой старший потолкнул меня, ну он занимался вообще тайским боксом, вот, я меня потолкнул к Артуру Кареновичу. Я вообще ни кабельку не жалею. У каждого участника было по три удара рукой и ногой. Чтобы выйти в лидеры, недостаточно обладать большой физической силой. Тренеры рассказывают, здесь важно все. И поворот корпуса, и размах, и, конечно, психологический настрой на победу. Мне нравится, чтобы я мог защитить себя и еще нравится призы получать. Уже пять медалей, ой, четыре медали. И один кубок. Соревнования по силе удара завершились награждением лучших и официальным открытием спортклуба. Отдельными призами отметили так называемых панчеров – семерых человек, чей удар оказался сильнее 300 килограммов. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Видное ТВ.